Красный квадрат представляет Хотели быть хорошим наездником, то, конечно, вам нужно иметь выдержку, такт, любить животное, ну и, конечно, быть строгим. Только в этом случае у вас есть шанс стать первым. Так и на больших гонках, только олимпийская выдержка и взаимоуважение может принести нам победу. Дамы и господа, девятый отборочный клуб. На стадионе появляются команды, которые сегодня будут бороться за победу. Спортсмены из США с самого утра тренировались на брусьях, а казахстанцы уверены в своих силах, так как за два месяца олимпийского сезона изучили все конкурсы. Спортсмены из Китая занимаются развитием не только физической силы, но и самообладания, так нужного для победы. В хорошей форме сегодня и команда из России. Когда в четвертом веке до нашей эры, кто-то очень под жар и придумал Олимпийские игры, мы и не думали, что это будет самая популярная игрушка на Земле. Сегодня Олимпийские игры возвращаются. Изватель, большие гонки. Команда из России, само совершенство. Капитан команды. Лайма Вайкуля. Тренер команды Ольга Слуцкар. Есть ли у нас речевка? А как же? Поехали. Пусть гонка будет непроста, мы будем биться до конца. Пусть гонка будет непроста, мы будем биться до конца. Пусть гонка будет непроста, мы будем биться до конца. Россия! 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 Итак, команду само совершенство представляют. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Татьмянина. Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков. Чемпион мира по кикбоксингу Николай Штаханов. Рассировщик, заслуженный артист России Эдгар Запашный. Певица, заслуженная артистка России Алена Свиридова. Мастер спорта по дзюдо Дмитрий Ганжа. Мастера спорта по легкой атлетике Татьяна Каноненко, Светлана Рубина. Мастер спорта международного класса по спортивной аэробике Василий Козырев. Мастера спорта по спортивной гимнастике Влад Авдеев и Илья Бондарев. Капитан команды, певица Лайма Вайкуле. Тренер команды Ольга Слуцкер. Во всех командах, приехавших из России, 15 олимпийских чемпионов. В команде само совершенство два олимпийских чемпиона. Максим Маринин и Татьяна Татьмянина. Будем надеяться, что эти ребята не оплошают. Капитан очень позитивный. Лайма настраивала нас только на позитив, на выигрыш. Поэтому надеюсь, что у команды все получится. Команда называется само совершенство. И мы думаем, что состав оправдывает это название. Посмотрите, какие женщины. Ольга Слуцкер, Лайма Вайкуле. Мне кажется, сегодня красота спасет большие гонки. Красота made in Russia. Вперед, Россия! Вперед! А капитан сегодняшней команды Лайма Вайкуле. Эмоционально издержанно, неповторимо и экстравагантно. Она всегда разная, но ее голос узнает каждый. Лайма любит животных, в основном собак, чуть меньше разъяренных быков. Также любит спорт и год назад доказала это, приняв участие в проекте «Властелин горы». А сегодня на больших гонках она уверена в выигрыше. Ведь само совершенство никогда не проигрывает. Команда само совершенство, действительно, это правильное название. Несовершенных людей здесь нет, включая капитана и тренера. А как же, а как же, а как же. Ребята, если кто-то хочет пить, есть, что-нибудь еще у вас не в порядке, обращайтесь. Я буду бегать, вам все подносить. Вообще вода нужна, да, будет. Все, что вам нужно. Я не командир, а я слуга. Вот чтобы вы меня так воспринимали. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Это правда. Это мое отношение. Я, конечно, буду подсматривать, если какие-нибудь там команды будут до нас. Я буду подсматривать, вам говорить все, что я увидела, чего надо опасаться. Потому что для нас самое главное, чтобы не было травм, и мы были первые. Две мелочи, да? И мы это должны получить как-то, каким-то способом. Когда артисты и спортсмены, это успех, это победа, слышите? А если еще возглавляет Лайма Вайкуле, это все. Лайма, давай, Вайкуле, давай, давай. Вот так надо кричать. Давай, Вайкуле, не подкачай. Давай, Вайкуле, не подкачай. Хочется скорее в бой. Мы рвемся в бой. Вот что мы чувствуем. Для слов больше времени нет. Первый конкурс – людское море. В этом конкурсе принимают участие все команды. Представители первых двух с ведрами, наполненными водой, должны пробежать по натянутой дорожке. А представители других команд находятся под дорожкой. И с помощью ног пытаются заставить конкурентов упасть и расплескать воду. Выигрывает команда, которая принесла больше всех воды. А сложность в том, что покрытие дорожки намылило. Россия! Россия! Интрига этой программы с каждым днем усложняет конкурсы. И то, что нам вчера казалось неисполнимым, сегодня нам кажется еще более трудным. Но мы уже настроились, все, уже нас ничего не повернет. Мы дожим первые. Вам повезло. У вас будут маленькие китайцы и маленькие американцы. Все, что можно. Вот нам помогли сверху. И у нас хорошая жеребьевка. Я готов вам рассказать о тех героях, которые заявлены в первый конкурс «Людское море». Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков. Чемпион мира по кикбоксингу Николай Штаханов. Заслуженная артистка России Алена Сверидова. И мастер спорта по легкой атлетике Светлана Рубина. Которая бочка наша, как знать? Наш белый, у них желтый. А, ребята, наши правые, а ваши левые, да? Наши правые. Наши правые? Да, видите, белые, да? Да. Да, правые наши. Окей. А пусть доля мы тоже заливаем. Да, не важно. Главное, ногами топайте как следует. Мальчики. Чтоб девчонок пронесло. Победа или беда? Лайма, мы с тобой всегда. Конкурс начнут Россия и Казахстан. Внимание. Три, два, один. Старт. Итак, начинается соревнование, дамы и господа. Первыми открывают его Казахи и Россия. Внизу лежат китайцы и американцы. Я пойду, я пойду, я пойду, я пойду. Казахский спортсмен не прошел с самого начала. Алена Сверидова двумя ведрами пытается не то, что дойти до финиш, а просто так, мягко говоря, выжить. Беги, беги, хоть как, Алена, но беги. Как идет все-таки Алене? Прекрасный волосатый комбинезон и горшок на голове. Прекрасно просто. Алена, хоть как, но беги. Следующий спортсмен из Казахстана. Девочка, очень бойкая девочка. Доходя и казахи уже несколько капель плеснули в свои тазы. Андрей Чесноков, хороший спортсмен, финалист Кутка Дэвиса. И Андрей Чесноков дошел, дошел и даже немножечко выливает воду. Продолжают казахи. Посмотрите, что происходит. Дошел. Потрясающе. Оп, казахский спортсмен. Прекрасно. Вот что значит координация. Света Рубина, я ее обожаю. Она не просто красавица, она еще и умница. Идет и идет очень хорошо. Доходит и выливает сколько раз? 16 капель. 16 капель Света Рубина выливает в наш стаканчик. Вот, вот, вот. Молодец. Давай, давай, давай. Следующая казахи. Красиво. Казахи есть у него очень, очень красиво. Смена на ноги. У нее ноги, дорогие друзья. 120 сантиметров. Я весь 150, а у нее ноги 120. О, ужас. Красота какая. Ведро потерялся и, видимо, дойти не удастся казахской спортсменке. Пабах. Смотрите, вот умница. Она успела поставить ведро и в нем ведь есть вода в этом ведре. Потрясающе. Спортсмен из России Штаханов, по-моему, в поле идет. Работай. Такие кренделя выписывает. Молодец. И ведь что-то там донес. Вот это кружки самые короче. Пусть так. Вот молодцы. Рыжи. Еще несколько капель выливает казахский спортсмен. Явное преимущество казахов наметилось в этом конкурсе. Алена Сверидова скарабкнулась и поскакала. Тетюка, бедная овечка. Скачет как. Молодец. Бам. Ах, ой, тоже у нее ничего не получается. Хотя, хотя даже две капли могут, в общем, сыграть роль в этом поединке. Казахская девочка худенькая, махонькая. Андрей Чесноков. Нет, не в коня корм, что называется. Не в коня чеснок. Лежит просто Андрей Чесноков. Ничего у него не получается. Уму уже говорят, Андрей, вы финалист Кубка Дэвиса. Идите, пожалуйста, отойдите в сторонку, а. Вы знаете, что творит Андрей Чесноков. Выкинул ведро. Как будто бы здесь есть трабы. Как будто кто-то должен ему это ведро принести. Казаки очень хорошо играют. У нас пока очень мало результата. Вот идет Света Рубина. Одна из многих-то принесла очки команде. Россия! Россия! Папа. Ой, ужас. Пошла казахская девочка. Я как вижу эти длинные ноги, длиной 120 метров. Сразу с трудом произношу слово казахская. Конкурс завершен. Все, закончилось время для России и Казахстана. С прискорбием вам сообщаю, что мы здесь проиграли. Да, проиграли. Я ожидала, что будет скользко, но не что так скользко. То есть это абсолютно вот как в масле в каком-то. Я не знаю, чем держались казахи. Может, у них когти там такие специально выпускаются. Ну, я не знаю. В общем, конечно, обидно. Ужасно. По сути дела, уже видно было, что казах прошел, притаптывая. Понимаете? Нужно было посмотреть и действовать то же самое. Почему наши не обратили на это внимание? Я не знаю! Слушай, если дальше так будем играть, то лучше не играть вообще. Не поранился? Чего он не поранился? Что ему пораниться? Чего он прошел, что еще пораниться? Ничего. Теперь бить так, чтобы никто не прошел. Чтобы вы были вторые. А Казахстан будет первые. Вперед, ребята. Ложиться вниз. Наши теперь будут лежать вот там вот внизу. И от того, как наши будут шаровать там своими короткими ножками, будет зависеть от того, прольют или не прольют воду спортсмены, бегущую по этому подиуму. Я напоминаю, это большие гонки. Это первый канал. Ребят, никто не должен дойти. А выключите с такой стороны. Да, хорошо. А сейчас сносить воду предстоит командам Китая и Америки. Внимание! Три, два, один, начали! Объявлено время Икс для Китая и Америки. Сейчас Казахстан и Россия вместе должны не пустить американцев с китайцами. И пока и наши, и казахи не разрешают китайцам и американцам пройти по подиуму. Давай, давай, давай! Американская девочка. Куда там? Господи, девочка, взрослый, попался в ведро. Китайская девочка. Симпатичная, немножко горбатая. Но с другой стороны, кого присылать на большие гонки? И отсюда все равно здоровыми не уезжают. Поехали, 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 поехали! Давай, давай, поехали! Американский некрасивый мальчик пытается дойти по подиуму. Ну, сейчас, давай! Все, все, все! Оля Слуцкер, наклонившись буквы «Г». Любимое состояние Оли Слуцкер, когда она на больших гонках, она все время пытается кричать и втолковать, вдолбить в игроков, как они должны работать. Она пытается кричать тем, кто лежит внизу, чтобы они сильнее пинали. Да, от того, кто лежит внизу, очень и очень много зависит. Надо заметить, что те, кто лежал перед нами, работали очень хорошо. Давай! Слушай, что она просто орет. Давай, все, все, отползай, все, отползай. Абсолютно правильно. Тот, кто лежит в конце, должен экономить силы. И как только слетает соперник в самом начале, она кричит тем, кто в конце, чтобы они экономили силы. Давай, 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 давай. Смотрите, смотрите, что творится. Все. Взрослая девчонка, да? Как маленькая стоит здесь, горлопанит, в трусах. Здесь все сбилось у нее. Вот, кричит. Поехали, давай. Смотрите, что творится. Давай, 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 давай. Давай, как свет. Давай, давай, давай. Дышать, я все. Как свет, давай. Видите, да, что происходит, а? Ну, на самом деле, каждый делает свою работу. Пошла американская, та некрасивая девочка, которая попала себе ведром. Второй раз она попала себе ведром в нос. Но вы знаете, а вот эта самоотверженность приносит американской команде плоды. Девочка выливает воду в тазик. И мне кажется, что вот этим выливанием она сразу вырывается вперед по сравнению с российской командой. В этой американской команде нет ни одного актера. Кевин Кёстер, Ричард Гир, Питер Габриэл будут играть в следующих играх. В этой команде играет только один Аль Пачино. Остальные все спортсмены, чемпионы мира, чемпионы олимпийских игр. Поэтому, конечно, американцы работают более самоотверженно. У нас много актеров, у нас эстет, у нас музыканты, у нас Анана Свидова, у нас руководит команды. Пытается, пытается американская девочка. Не доходит, не доходит американская девочка. Поехали! Да, давай! Убей, Света! Китайский спортсмен бежит на такой скорости. И ведь доходит, доходит. Две капелюшечки, но он принес их. Конкурс завершен. Очень плохо. Не прошла, а вот столько принесли. Пропустили американку, которая вот столько принесла. Ребят, ну, все же в одинаковых условиях. Обидно. Ощущения по окончанию выступления. Что с нашей командой? Ну, что, что. Первая игра. Первый блинком. Так бывает. Это ничего страшного. Мы даже думали, что мы будем доносить воду хоть как-то. Хорошо. По пятибалльной системе поставьте оценку нашей команде. По пятибалльной? Ну, я не могу так поставить. Я, конечно, поставила бы пять. Но все остальное слова, Лайма, если вы не можете. Все остальное это так, слова. Вода. Ну, что вода, вода. Вот тут вокруг вода. Вода. Будьте с командой. Будьте с командой. Спокойно. Все нормально. Не переживайте. Я так думаю, что это только даже взбодрит нашу команду. Для того, чтобы показать в будущем хорошие результаты. Итак, дамы и господа, результаты первого конкурса вы видите на своих экранах. Один балл команда из России. Два балла Китай, три балла Америка и четыре балла Казахстан. Это даже безусловно удача. Но еще нужно ее уметь завоевать. Олимпийские чемпионы знают, насколько это трудно сделать. Сегодня они с нами. Достичь наивысшего результата на Олимпийских играх – это задача любого спортсмена. Я на Олимпийских играх в Пекине с этой задачей справилась. Желаю и вам победить, занять первое место игроки больших гонок. И я уверена, что с таким прекрасным капитаном команды, как Лайма Вайкуле, вы обязательно победите. Я неспроста здесь. Там все готовится. Это следующий конкурс. Это первый конкурс с быками. Безумные весы. В конкурсе «Безумные весы» принимают участие по три человека от двух команд. Задача первого – заманивать бычка для того, чтобы он смог пробежать под двумя остальными игроками, которые с помощью веса своих тел поднимают друг друга, изображая весы. Выигрывает команда, под игроками которой бык пробежит наибольшее количество раз. Ужасно сейчас быки. Это такой кошмар. Когда я смотрю на это, у меня вот каждое вот это бодание рогами человеку, у меня таким маленьким разрывом сердца сопровождает. Это ужас такой. Просто кошмар. Итак, дорогие друзья, от того, выживут ли люди там, будет зависеть, что будет с нашей командой дальше. Когда я говорю «выживут», я имею в виду прежде всего трейсировщик, заслуженный артист России Эдгард Запашный, чемпион мира по кикбоксингу – Коля Штаханов и мастер спорта по дзюдо – Дмитрий Ганжа. Люди мощные, люди спортивные, люди тертые. Нет, люди нормальные. Калачи тертые. И именно они сейчас выйдут втроем на одного быка. На самом деле, конкурс с быками всех повергает в шок, потому что мужчины представляют себя вот там, да, на арене, а женщины представляют всех своих мужчин вот там. Но я сейчас смотрю, я понимаю, что я хочу только на конкурс с быками. Настраивайся, настраивайся. Не бойся, я сейчас закрою. Чуть-чуть отдышись. У нас есть время. Что сделать? Туговато? Так, нормально? Ты каждый год едешь сюда на быков. И какие ошибки ты учтешь с прошлого года? Дима, в прошлый раз я был капитаном и не выходил на быков. Весь опыт, который у меня есть, это мой брат. В прошлом году ты брата кидал, я помню, да. Да, поэтому, насмотревшись на него, надеюсь, что у меня сегодня получится. А сейчас на арену выходит команда России, команда Китая и наш любимый бычок. Выпускайте бычка. Дамы и господа, начался конкурс. Бык вышел. Это не бык, это страшное животное. Эдгар, давай! Задача Запашного заманить быка на себя. А задача быка как можно большее количество раз пробежать между ног у наших спортсменов. Вот это командная игра. Сложность. Если тот, кто висит, подвешен на противоположной стороне, вовремя не потянет, то ты просто получишь рогом в пах. Да, вот такая вот простота ужасающая просто. Своей беспрецедентностью. Сложное слово. Беспрецедентностью надо будет для очередного произведения предложить слово Оксане Робске. Бык, которая, кстати, заметь, сидит здесь на трибунах и потеет от ужаса, глядя на все происходящее сейчас в манерах. Бык не просто отказывается охотиться на тех, кто в манеже, он высматривает кого-то на рядах. Похоже, как раз этот бык единственный бык в мире, который читал произведение Оксаны Робски, и именно ее он там и высматривает. Давай, 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 Эдгар, работай! Не дадим наших великих писателей мучить. Тебе, проклятый французский бык. Продолжается поединок, мне кажется, что пока наша команда лучше себя показывает в этом произведении. Давай, 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 давай! Ох ты, ох ты, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поплатится сейчас, по-моему, наш парень за то, что пнул быка. Пытается запас... Запашный, здоровый очень. Очень здоровый. И бык думает, ну, значит, я пойду на здорового Запашного, когда я схожу-ка, я себе на маленького китайчонка. Ой-ой-ой-ой, у нас все разладилось, все разладилось. И у китайцев, надо заметить, тоже все разладилось. Ганжа, по-моему, испугался. Не вижу, просто в костюме не вижу. Кто за мужчинами ушами пытается... Ох ты, бык копает. Надо же, как копает. Мама дорогая, похоже, бык что-то там откопал все-таки. Коля, держи, хорошо! Коля, держись! Ух, страшное животное! Бобу, бобу! Коля, держись, кричит, Блайма, Вайкули. По-моему, она кричит это своему мужу, сидящему на приборах. Плохо держит он его. Ну, нет, конечно же, Николая Штаханову, нашему чемпиону по кикбоксингу, по боям с правилами, без правил. Владимир Дима! Посмотрите, насколько волнуется Лайма Вайкули, молодцы ребяток. Держи! Попал под раздачу китайский спортсмен. Запашный, собственно говоря, приехал сюда просто поработать. Посмотрите. Куда ты бросаешь канаву, гречит, кроме Смутскер. Стоп! Россия! 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 Ну, а состояние? Ты первый раз, я так понимаю, это? Первый раз очень тяжело, я не ожидал. Как бы по телевизору видел много раз, вот. Намного легче было. Буквально через минуту уже руки отваливаются. Ну, очень сложный конкурс, на самом деле, надо, чтобы второй не бросал первого. Тут надо его подтягивать. Ну, очень сложно координационно. Ну, молодцы, по-моему, очень здорово. Мои ощущения? Ну, что, все серьезно, все по-настоящему. Мне реально, я бокс вспомнил. Ну, товарищ идет, и надо его вызывать на себя, чтобы сделать контрудар. По-моему, получилось. А я сейчас подумал, хорошо, что я отказался с тобой биться тогда. Нет, молодец, очень классный. Да, спасибо. Теперь важно, чтобы лучше не сыграли спортсмены из Америки и Казахстана. Хотя, не побоюсь повториться, что и казахи, и американцы, и китайцы приехали просто в составе стопроцентной готовности. Большие гонки – увлекательнейшее шоу, на которое каждую неделю прилетают известные люди. Если и не играть, то поболеть за команду. Денис, если бы самому пришлось сейчас туда идти, что бы сделал танк, и какие ошибки тебе показалось у ребят были в конкурсе? Последний конкурс вообще был практически без ошибок, потому что мы один раз сорвались с веревки. Это не ошибка, но так было, так получилось. Во всяком случае, мне больше всего понравилось, что две последние минуты на песке были только бык и три россиянина. Китайцы разбежались по углам, и на фоне этого говорить каких-то ошибок, мне кажется, вообще бессмысленно. Сам бы пошел, если бы пришлось? Нет, ну сказали бы пошел, но так профессионально отработать я бы точно не смог. Я думаю, что результат будет значительно хуже. Игра сейчас складывается примерно одинаково и у американцев, и у казахстанцев. Ужасом искажаются лица всех тех, кто на трибуне. Посмотрите на удары, которые получает казахстанский спортсмен. Да, не позавидуешь тем, кто сейчас находится в арене. Остаются считанные секунды. Кто-то пытается еще изменить игру. Нет, все, оставлены веревки. Ну и к богу, кричат участники вот этого поединка. Хотя какой здесь поединок? Здесь просто желание выжить. Действительно, абсолютно непредсказуемое животное с кривыми рогами. Видимо, уже принимавшее участие не в одних больших гонках. Выросшее, закаленное на этих играх. Заметно, да? В чем задача Бука? Задача Бука в том, чтобы американцы и китайцы сидели на заборе. Ой-ой-ой. Все мыши пытаются цепляться за жизнь. Ой-ой-ой-ой. Это финал. Стоп! Этот конкурс очень жестокий, на наш взгляд. И мы вот здесь даже встали и переживали, локти пызали. Я не знаю, что там за результат. В любом случае, мы за всех болели, действительно. Итак, дамы и господа, результаты прошедшего конкурса вы видите на своих экранах. Китай 1 балл, Россия 2 балла, Казахстан 3 балла, Америка 4 балла. По итогам прошедших конкурсов вереница баллов складывается в такую затейливую цепь. 7 баллов и 7 баллов Казахстан и Америка. И 3 балла, и 3 балла Россия и Китай. В этом конкурсе россияне сыграли хуже, чем казахстанцы. Немножко нам удача лынулась, потому что бык был, кстати, агрессивнее у нас. И поэтому он, соответственно, больше бежал на игроков. И у нас больше очков. Но у нас все впереди, россияне. Давайте вперед, Россия. Многие спрашивают, а кто же тренер этой невезучей команды? Тренер команды Оля Слуцкер. Мое мнение, что пытаются хорошо выглядеть спортсмены, актеры. От этого результат страдают. Нет, нет, я не думаю так. Я просто удивлена результатом, потому что я еще хочу посчитать, что столько времени, сколько просидели на заборе эти команды, не может быть, чтобы они были выше нас пачком. Я пойду сейчас, извини, Димочка, тебя покинула, и судьей все проверим. Оля Слуцкер в который раз пошла метелить с судью. Когда Слуцкер подходит к Оливье Ганьяну, он уже просто, о, опять ты, красавица, кудесница, ну что же тебе от меня надо? Дай мне спокойно дожить свои годы с достоинством, с честью погибнуть на больших гонках. Посмотрим. Мне кажется, что вы неправильно посчитали баллы. Послушайте, Ольга, боковые судьи ведут подсчет, и ошибки быть не может. Я не уверена в этом. Давайте все вместе пройдем и посмотрим повтор конкурса. Тренер должен разбираться всегда, что происходит, потому что команда работает на общий результат, и на тренера тоже. Поэтому, если нам что-то там, как говорите, подсуживают в другую сторону, это уже ошибка не нашей команды, потому что наша борется, и наша действительно лучше. Вот, а что-то уже там происходит с судьями, что-то там мухлюет, поэтому надо разбираться. Ольга Слуцкер не любит конфликты, но когда дело касается несправедливости в судействе, наш тренер идет на принцип. Она считает, что американцам подыгрывает рефери и намерена отсудить у американской команды за считанные им баллы. Поэтому Слуцкер попросил организаторов вместе с ней пересчитать, сколько раз бык прошел под висящими спортсменами. Итак, непосредственно из-за стола переговоров тренер команды Оля Слуцкер. Ну, пожалуйста, освети нам, а? Как я и говорил тебе, Дима, своим опытным тренерским взглядом, я засекла у нас наибольшее количество прохождения ВК под игроками. Мы были в ПТС, мы посчитали все, и мы, у нас 23 прохода, а у них... То есть вы смотрели повтор, да? Видеоповтор? Видеоповтор с главным судьей, с представителями французской стороны. Они согласились, извинились, сейчас результаты будут изменены. Мы добавляем себе два очка. Один за всех, все за одного, а Слуцкер у нас одна на всех. Вот и все, и она сделала это, потому что пошла, добилась правды, заставила все это пересмотреть. Правда восторжествовала, то есть все, спасибо, браво, браво, Оля. Скажи, пожалуйста, чтобы не было тенденции на будущее, ну не ходить же каждый раз в видеоповторы смотреть, глупо, надо заниматься игрой нам. Послушай, это спорт, и это совершенно нормально. Следить надо, нам никто ничего дарить не будет. Надо следить внимательно, если что, во чем-то сомневаешься, идти и смотреть на видеоповторе. Итак, организаторы изменили результаты конкурса и сняли с Америки два балла, добавив их России. Таким образом, у Казахстана сейчас 7 баллов, у Китая 3, у России и США по 5 баллов. Ваше ощущение от происходящего в принципе? Мне кажется, потрясающе, конечно, избитое слово, но такой праздник, если его можно назвать праздником, немножко такой стрессовый. Я боюсь, что телезрители не увидят вот все это, действительно такой страх перед всем. А ну вы знаете, поскольку мы на монтаж программы вызываем Спилберга, он пытается передать всю атмосферу. Ну тогда другое дело, конечно. Лайма, а есть ли какие-то слова, песни, которые можно спеть, чтобы подбодрить тех, кто сейчас идет в бой? Еще не вечер, еще не вечер. Если зажигательные. Да, да, да. Спасибо большое, спасибо. Ну что ж, вот это еще не вечер, еще не вечер, дорогие друзья, именно этими словами хочется предверить следующий конкурс «Небесный патруль». В этом конкурсе принимают участие по 5 человек от двух команд. Задача игроков с помощью летающей на резинках девушки из пяти частей построить башню и отнести ее на финиш, пройдя через полосу препятствий. Выигрывает команда, которой удастся сделать это за самое короткое время. Два мальчика строят и относят колонны. Одна девочка в воздухе и два участника, чтобы отрегулировать полет девочки. Вот тут теннисист с его навыком дистанционным, понимаешь, чувство дистанции, поймать мячик, девушку в воздухе. У тебя тут будет фея болтаться. Хорошо, а девушка? А девушку сейчас выберем. Девушка должна быть очень собрана, с хорошим прессом брюшным, сконцентрирована, с хорошими руками, умеющая давать команду тоже. И она должна иметь достаточно сильный плечевой пояс, руки, чтобы эти все... Просто это про тебя говорят, ты не услышишь? Вы сходите, посмотрите. Ну что, Тань? Ну пойду. Ты же хотела быть дизайнером, вот, пожалуйста. Строй. Строй. Кто же от нашей команды заявлен в этот конкурс? Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Татьмянина. Мастер спорта по легкой атлетике Татьяна Каноненко. Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков. Дрессировщик, заслуженный артист России Эдгар Запашный. Лично мне предстоит строительство дома. С Эдгаром мы будем вместе проносить его через вертящийся круг. Надеюсь, у нас все получится. На самом деле, серьезно волнуюсь. И плюс все этот костюм мне добавляет уверенности в себе. Главные соперники мы сами. Мы должны победить себя. Свой страх, свою неуверенность. Тогда мы победим всех. Смотрите большие гонки на Первом канале. Россия! Небоскреб сейчас будут строить команды России и Америки. Внимание! 3, 2, 1, начали! Итак, дамы и господа, начинается конкурс. Продвижала команда. И девочки, подвешенные на верхотуре, на гигантской верхотуре, начинают строить. Помогай! 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 У Америки уже пирамида на целых две фигуры выше. Немножко неслаженно работает Чесноков, честно говоря. Подвешенная Татьмянина не может совладать с координацией в подвешенном состоянии. И ее понять абсолютно можно. Равнее! Равнее! Выровняли, выровняли пирамиды. Мы догнали американцев. Теперь важно, чтобы все это не упало. И теперь очень важно, чтобы наши спортсмены, два здоровых парня, по вращающемуся подиуму, все это пронесли. Нет, это невозможно. Я сейчас вам говорю официально. Это невозможно. Несут, 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 несут. Пытаются, пытаются. Все, все, все. Дорогие друзья, здесь нечего даже комментировать. Вы должны это просто видеть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, закричал глупый король, потому что слов от возмущения у него просто не было. А у американцев тоже не получается. И вновь все по новой команды возвращаются снова на позиции. Несчастную Татьмянину за портки опять будет часть тянуть под купол, где она в подвешенном состоянии будет пытаться, срывая маникюр, построить эту несчастную пирамиду. Вновь занимают бойцы своей позиции. Одни тянут, другие подают, третьи висят и строят. Очень ровно идут команды. Я не знаю, хорошо ли они играют. Просто играют ровно. Давай, давай, тяни, подтягивай, умница. И каноненка, Танечка работает хорошо. Все, пирамида стоит. Теперь надо оттянуть Татьмянину сверху. И вновь пошли. Спокойно, спокойно, ребята. Два, два, три. Идут наши ребята, хорошо идут. Теперь уже на опыте они пытаются пройти эту дистанцию. Но и американцы тоже уже споткнулись там. И тоже уже там были и пытаются идти у американцев. Пирамида качается, у наших качается. Ой-ой-ой-ой-ой. Идут, идут наши к финишу. Не торопись. Все, все, американцы пытались своей пирамидой сбить нашу пирамиду. Наши идут. Осталось несколько секунд, чтобы дойти до финиша. Ну, ребята, вы обязаны это сделать. Маринин и Запашни доходят до финиша. Россия, конкурс закончен. Это не реально. Это не реально. Дорогие мои. Да, такой интриги я не видел давно. Ребята, молодцы. Просто лучшие, лучшие. Просто нет силы. Мне не значит сказать. Все, дать точную силу. Почему упала первый раз? Мне не видно. Мне не видно. Вот второй раз Максим, честно говоря, и второй бы раз упал, если бы не Максим. Просто мне сказал остановиться, трое сделать. На самом деле, кирише не стояло. Чувство баланса для фигуристов. Это главное. Молодец, Максим. Мы видели, как у Макса ножки там вначале затряслись. Ну, молодцы. Ребята, всем спасибо. Я даже не думала, что такое возможно. Потому что мы когда репетировали... Дорогие друзья, а репетировали они, нося лайму вайку или вот как, а? Спасибо, спасибо. Поэтому после меня уже тут нечего им делать, но легко. Спасибо. А посмотрите, дорогие друзья, пока мы с вами здесь разговаривали, а американцы ведь пытаются закончить конкурс. Ну, а что делать? Конкурс работает до последнего звонка. Отмерено там какое-то время, например, двое суток, не больше, да. Американцы пытаются, ничего там не получают, но они пытаются закончить дистанцию. Честь их баланс. Время вышло. Вот теперь нам очень важно, чтобы ни китайцы, ни казахи не показали время лучше нашей. Конкурс вообще нереальный. Я сейчас даже... Я думал, что надо просто построить эту мозаику, этот домик. А когда надо было... Я понял, что надо еще перенести ее через этот... Я вообще в шоке. Быки ничто по сравнению с этим конкурсом. Я не понимаю, как... Я забираю слова про быков. Я не знаю, как надо держать равновесие, какая должна быть слаженность между партнерами. Это нереально, по-моему. Небоскреб сейчас будут строить Казахстан и Китай. Три, два, один, начали! Итак, дамы и господа, начался поединок для Китая и Казахстана. Мы с вами приблизительно в голове дежим время нашей команды. Строить как мурави. Это, мне кажется, что это просто в конститул, в крови китайской команды. Они молча, они еще... Сжали губы. Молча строят. Построили и понесли. Идут четко, спокойно, медленно. Не торопясь. Первый раз, что-то китайская девочка им крикнула. И они это делают. Идут, идут, не шелахнувшись китайцы. О, нет слаженности, нет слаженности. Потрясающий по напряжению сюжет просто, который может украсить собой любую энциклопедию смешных, трагичных, страшных сюжетов. Это батюшки. Нет, у китайцев ничего не получилось. И если сейчас казахи дойдут до финиша, то можно будет уже говорить о том, что они, может быть, сравняются с нашими по времени. Если не дойдут, то все. Все, не дошли. И теперь, дорогие друзья, я могу вам официально сказать, что наша команда, видимо, в этом конкурсе покажет первый результат. Если, конечно, китайцы сейчас в течение двух секунд не достроят пирамиду и в течение трех секунд не донесут ее до финиша. А это невозможно. Оливье! Оливье! Они не с нуля начинают, он опять начинает. Возмущается Оливье, он говорит о том, что, дескать, в правилах было заявлено, что нужно начинать каждый раз строительство пирамиды с нуля. Китайцы строят пирамиду с того места, где она у них разрушилась, собственно говоря. И это, дескать, может как-то повлиять на результат, но уже все. Это никак на результат не может повлиять, поскольку просто-напросто наши уже показали гораздо лучшее время. Но не надо забывать, что еще бьются за второе место, за третье. Бегут, бегут казахи, пытаются, пытаются сократить дистанцию. Это практически невозможно, поскольку очень хорошо работают китайцы. Казахи несутся просто с гигантской скоростью, просто нечеловеческой. И, возможно, они догонят китайцев. Все, видимо, китайцы уже вторые, казахи третьи. Третьи, я не буду здесь ничего дальше говорить, мы первые. Мне кажется, что это точно, а дальше уже, ну, пускай судья судит. Нашим ребятам не хватило чуть-чуть секунды, доли секунды, чтобы поставить нашу крепость на место. Мы построили китайскую стену, но плохо построили небоскреб, не опередив Россию. Мы молодцы, Россия, вперед! Результаты прошедшего конкурса вы видите на своих экранах. Китай один балл, Казахстан один балл, Америка два балла. У России четыре балла, поскольку мы действительно показали лучшее время. Вереница баллов такова. Девять баллов Россия, семь баллов Америка, восемь баллов Казахстан и четыре Китая. Для Китая практически ничего не изменилось. Это Большие Гонки, это Первый канал. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Добрый вечер. Ох и баталии сегодня. Здесь не хочется проигрывать ни в коем случае. Здесь все очень серьезно и очень сложно, поэтому хочется пожелать им сегодня победы. Действительно, они это заслужили. Игра набрала оборот, она не может остановиться. И за моей спиной готовится следующий конкурс, который называется «Золотой теленок». В этом конкурсе принимают участие по два человека от двух команд. Поочередно они должны пройти под аркой и попасть в сейф, расположенный посередине арены. Там они должны взять золотой слиток и принести его в свой ящик. Выиграет команда, которая принесет наибольшее количество слитков. Сложность в том, что на арене присутствует бык. Сейчас будут опять быки. Мои самые нелюбимые. У нас же очень страшно выглядит. Ну, сложность в том, что когда в это время, да, здесь по арене постоянно бегает бык. Вот. И в этих домиках особо, мне кажется, не спрячешься, потому что они, ну, пластиковые, то есть, легкие. Вот. И мне кажется, он будет их сбивать. Ребятам надо такую отвагу иметь там внутри. Ну, ничего. Ничего. Они уже попробовали. Коля уже пробовал. Коля уже спрашивает. Первыми в конкурсе будут участвовать Америка и Казахстан. А значит, у нас будет время подготовиться, посмотреть за игрой соперников и избежать их ошибок. Ведь стратегия в этом конкурсе очень важна. Тактика будет такая, что я не буду прятаться на забор вообще. То есть, я буду постоянно убегать от быка. Потому что, если будешь прятаться, то просто потеряем очки. На арену выходят команды Америки и Казахстана. Внимание! Выпускайте бычка! Конкурс начался для американцев и казахов. Казахстан! Бык не дает спортсменам расслабиться. Опа! Настигает казахского спортсмена бык. Настигает американского спортсмена бык. Пока, пока казахи работают очень хорошо. Команды не расслабляются ни на секунду. По пальцам получает ужасный удар американский спортсмен. Продолжает бегать, прыгать казахский спортсмен. Мне кажется, что не очень ладится игра у американцев. Просто я вижу, что основную часть времени американцы сидят на заборе. А казахи пользуются этим. Бык отвлекается на американцев. Просто не дает американцу слезть. Казахи носят золотые сливки один с другим. Ой, какой поединок начинается у быка с казахом. Ой, юхай ты! И вы знаете, мне кажется, что казах забодал быка все-таки. Бык отвлекся, и американец этим пользуется. Песок летит сюда. Песок, слуни, грязь. Вот все здесь вот в таких нелегких условиях работает ведущий первого канала Дмитрий Нагиев. Казахи очень и очень хорошо работают. Было некоторое замешательство в стане американцев. Но они вроде бы свою игру выровняли. Делать все, но от меня тебе что надо? Я просто парень из России. Стою здесь, комментирую игры. Ох, ба-бах, какой удар получает американец. Вы знаете, очень хорошо работают и казахи, и американцы. Обратно! Ой, юхай ты, посмотри, он пошел. Все, мы прощаемся с казахским парнем, дорогие друзья. Ничего не успеет. Успел и молится, молится казахскому своему богу, что удалось отсидеться на заборе. Фух! Руки уже перевинтовали. Видимо, видимо, уже не в первом конкурсе парень принимает участие. Время уже заканчивается. Может быть, еще один золотой слиток. Все, все, не удалось. Посмотрите, нападает бык на китайского ведущего. Надо заметить, что на меня быки никогда не нападают. Ну, потому что я просто хороший человек. Ждем выступления наших. Надо бы немножко смотреть, где бык находится. Я бы не показывала ему дорогу в туннеле. Я бы стояла бы сбоку. Да. Итак, в этом конкурсе заявлено. Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков. Чемпион мира по кикбоксингу Николай Штаханов. Когда зажигался олимпийский огонь, мы верили в наших спортсменов, в наших олимпийских героев. Сегодня они верят в нас. Олимпиада – это важнейший старт в жизни каждого спортсмена и очень большое событие для каждого. Я очень рада, что в Пекине мне удалось завоевать свою вторую золотую медаль. И сегодня в больших гонках принимает участие человек, который знает, что такое побеждать. Это финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков. Я буду болеть за него, переживать. Россия и Китай готовы начать конкурс. 3, 2, 1, выпускайте, бычка! Итак, дамы и господа, выходит бык, и начинается поединок для России и Китая. Очень, очень тяжело работать с китайцами. Первый выходит Штаханов, отхиживается на море, прыгает. Я не знаю, куда они там прыгают. В какой-то люк, где видно просто склады этого золота. Штахана бежит, замешкался, просто испугался. Замешкался, и китаец этим, воспользовавшись первым, приносит золотой слиток нашей команде. Баба, ой-ой-ой, все, дорогие друзья, нет больше с нами Чеснокова. Все, Чеснокова нет больше с нами. Чесноков, беги, беги, Чесноков! На стенку, на стенку! Бедный Чесноков, он путает быка, он просто хочет, чтобы быка стошнила, бегая вокруг этой несчастной будки. Давай, давай, давай! Да, Андрей Чесноков приехал на зубный берег размяться, развеется. По нему прошел бы здоровый. Удирает Чесноков. Все, дорогие мои, голову, голову береги. Дорогие друзья, я не знаю, что происходит. Валяется Чесноков, валяется бык. Беги, беги, Андрей! Беги! Простите меня! Но все, беги! Нельзя, Андрей! Пролезть надо через стул! Нет, отказывается Андрей пролезать, как я ему подсказал. Россия, тюмерть! Да, да, этот вечер в финале скупка Дэнса Чесноков запомнит надолго. Поехали! Да! Да, да, да! Поехали! 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 Ну, просто не любят крови Чесноков. Все! На сегодня мой раз. Все! Теперь я поменяю для Чеснокова сегодняшний вечер. Видимо, закончился. Семь цистерн молока за вредность везут. Молодец! Финалистку Кубка Дэвиса, дамы и господа, я напоминаю, это большие гонки на Первом канале. Это развязка сегодняшнего вечера. Это второй за сегодняшний конкурс с гуками. Боже, что творится? Наш спортсмен Андрича с такой просто блестяще отбился, спас свою жизнь. За это уже мы ему благодарны. Пошел! Боля Штаханов, чемпион мира по кикбоксингу, удирает на БК. Очень несложно и неграмотно работают наши спортсмены в этом конкурсе. Слишком много суеты, слишком много внимания уделяют они тому, чтобы убежать от БК. Слишком широкие движения были. Все это видят. Андрюша, давай! Андрюша, давай! И от этого результат в этом конкурсе у нашей команды далеко не первый. Все, время закончено. Ну что, мы ждем подведения итогов. Если Чесноков сможет перелезть через забор, мы сейчас с ним поговорим. Андрей! Андрей, что случилось? Во-первых, мы поздравляем, что жив. Да, что случилось? Что с ногами? Что с руками? Что с состоянием души? Нормально. Немножко устал. Вот. Ну я даже не ожидал, что это настолько сложно. Вот. Держись, спасибо, что жив. Спасибо. Спасибо. Мне вообще Андрею очень жалко, честно говоря. Но он, конечно, молодец. Он боец. Но просто, не знаю, Быкова просто что-то возненавидел за что-то. Самое главное, что Андрей поборол Быка. Он положил его на лопатки. Так что мы победили даже Быка. Андрей Чесноков, давай! Андрей Чесноков лучший! Андрюша, мы с тобой. Да. Я доктор. Да, это что творится, когда я смотрю это по телевизору, да, это одно. Ребята, ну здесь такой ужас творится. Я, наверное, за каждый удар вот этого Быка я лет пять потеряла. Это просто вот ужас. Ужас! Напряженный поединок с Быком никого не оставляет равнодушным. Ни персонал, ни болельщиков, ни самих игроков. Андрей Чесноков так сильно хотел принести победу России, что вел очень рискованную игру. Таких сильных, открытых ударов на больших гонках не было никогда. Но спортивный азарт и воля к победе так захватили Чеснокова, что он не чувствовал боли. Хотя удары, которые он получил, были невероятно сильные. Врач российской команды осмотрел известного теннисиста и вынес свой вердикт. У него очень серьезные ушибы, да, повышенное давление. И как врач я его снимаю с соревнований, потому что это уже угроза идет ему здоровью. К сожалению, в российской команде стало на одного участника меньше. Команда потеряла игрока. Но прошедший поединок с быком войдет в историю больших гонок как самый яркий и героический. И он надолго останется в памяти игроков и телезрителей. Итак, дамы и господа, результаты прошедшего конкурса вы видите на своих экранах. Они таковы. Китай, Россия по 2 балла. Неплохо. Казахстан и Америка по 4 балла. Таким образом, вереница баллов все ближе и ближе к финалу складывается в такую цепочку. Китай 6 баллов. Россия и Америка по 11 баллов. Казахстан 12 баллов. Очень плотной вереницей идут лидеры. Мы просто дали фору. Теперь будем пытаться эту фору отыграть. Следующий конкурс. День сурка. В конкурсе принимают участие по одному человеку от двух команд. В костюмах сурков спортсмены должны пройти полосу препятствий и первыми залезть в норку. Выигрывает команда, участник которой первым появится из норки. Сложность в том, что костюмы очень большие и неудобные. Конкурс кажется смешной. А на самом деле он не жесткий, но нужен человек с очень боевым характером. Нужно, знаешь, вот на него... Тогда я пойду, ребят. Что делать? Рассказываю. Твоя задача. Быстро перебраться вот по этим роликам через бассейн. А они крутятся. У кау подниматься. Но они же все крутятся. Скорость, ребята. Здесь наверняка надо будет скорость. Не, нужен характер. Дамы и господа, в конкурсе «День сурка» бежит Эдгар Запашный. Он очень смелый человек, это я могу сказать точно. И надеюсь, что он еще и покажет нам шоу, потому что он этого тоже не лишен. Надо постараться. Мы на одно очко проиграем, нам надо выиграть. Надо выиграть. Может быть, он и переживает. Конечно, переживает. Но это где-то внутри. Внешне не видно. Он полон уверенности в том, что мы победим. И это нам передается. Мы здесь тоже все верим. Сурки из Китая и России уже на старте. Внимание. Три, два, один. Вперед. Сейчас, дамы и господа, главное за моей спиной начинается. Начинается бойня Запашного. Просто потянует. Выдр андатор и Запашного с китайской водяной крысой. Ну, куда против Запашного с его ногами 6 метров биться здесь китайскому мальчику? Смотрите, а вот здесь, интересно, Запашный сам себя капут. Не может пролезть в дырку, ему мешает голова. Нет, нет, видимо, ничего уже не сможет изменить китайский мальчик. Все, Запашный первым вырывается. В первом забеге мы выиграли. Выиграла Россия. Я в России! Я в России! Эдгар был лучше всех, вот было видно. Он был быстрый, он все сделал координированно, он влез в этот домик без всяких силовых приемов. Просто его было не догнать. Молодец! Наша команда справилась с заданием, а китайские игроки возмущены. Они говорят, что не смогли выиграть, потому что французские организаторы не до конца объяснили правила конкурса. Основания для возмущения есть и у наших спортсменов. Да и французы не объясняют по-нормальному. Там стоял этот мужик, кличка Дурачок, это самое. Я у него раза два спросил, надо ли на таблетку прыгать или нет. Он говорит, нет, лишь бы вы пересекли бассейн. Я изначально прыгнул прям сразу в воду. Этот ганьян развернул меня, заставил прыгнуть на таблетку. Сейчас выясняется, что нельзя бороться. Хотя до этого говорили, что можно толкаться, потому что, ну, как бы, борьба приемлема. Сейчас будет забег дан казахской крысе и американской крысе. И, видимо, потом будет объявлен финальный забег, в котором теперь уже точно будет принимать участие российская выдра запашной. Внимание! Три, два, один, начали! Итак, дамы и господа, дана отмашка для забега, для заплыва водяных андаторов из Америки и Казахстана. Это просто битва с зубами, клыками, рогами, шляпами. Отталкивай друг друга. Они там дерутся. Я вижу, что дрались две водяные крысы. Посмотрите, это силовая, силовая борьба. Лезет, карабкается. И одна, и вторая друг друга скидывают. Потрясающе, потрясающий поединок. И ох, как легко нашим спортсменам будет в финале с любой, с любой из этих живностей. Папа! Как две колбасины. Сосиски падают вниз. Здесь водяные крысы. Казахская вырывается вперед, но это еще ничего не значит. Сейчас казахская выдра начнет цеплять. Ее выкидывает, выкидывает с подиума. О, боже, что происходит? Схватка двух сусликов, двух хорьков. В стороны летит крысиный помет, уши и ноздри. Посмотрите, крысиный дом сдвинут. Две мыши просто, уперевшись хвостами друг к другу в ноздри. Продолжают. Боже, что происходит? Посмотрите, невыносимо работает. Тяжелейшие условия, дорогие друзья. Это большие гонки. Это поединок водяных крыс. Сейчас начнется драка внизу. Внутри домика. Все, конкурс надо останавливать. Выкинут из домика. Американский побернет. Да, конкурс остановлен. И сейчас, видимо, будет переигровка. Победила команда Америки. Казахстан нарушил правила. Вот только что, сборная Казахстана присудили дисквалификацию, потому что спортсмен, борец применил борцовский прием. Конечно, не имеет права игрок с силовым приемом вытаскивать второго сурка из этого дома. Я подвел, получается, команду. Ну, как бы это игра. Сегодня ты завтра ты не... Скажем так. То есть... Ну, вот так, скажем так. Я думаю, что просто иногда перехлёстывают эмоции, и начинается уже настоящая бойня. Но я считаю, что все равно это должно оставаться в каких-то рамках игры, чтобы не приходили большие границы. Китай и Казахстан будут бороться за третье место. Три. Два. Один. Начали. Китайская мышь сразу проваливается вниз. Не знаю, разрешает. Не надо здесь пробежать под трёх барабаном. Достаточно просто прыгнуть, залезть на остров. Что, в общем, блестяще делает казахская мышь. Но мы уже с вами видели, как казахская мышь сражалась в предыдущем конкурсе с американским андатором. Поэтому казах очень и очень сильный. Баба ныряет и практически сразу попадает в дырку. Ничего не получается у китайской мышки. Пытается, но казах уже вылез. Всё. Выиграл Казахстан. Теперь будет забег дан для российского бобра запашного и американского драчуна. Битва сегодня действительно напряжённая. И мы переживаем. Вот болит голова. Абсолютно ничего не придумал. Вот. И дай бог им удачи, потому что это, конечно, битва страшная. Россия! Я вижу, что все уже готовые. Внимание, начали. Ой, ёрхайды. Видишь? И сразу американский атлет выигрывает старт у Эдгара Запашного. Всё влез на остров. Очень, очень сильный американец. А у Эдгара Запашного пока не всё получается. Видимо, в этом конкурсе мы несколько не свои результаты показываем. Давай, 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 Эдгарь! Нет, посмотрите, настигает Запашный американца. Американец прыгает и ползёт. Ползёт в дырку. Запашный ждёт. Ждёт, когда дырка появится перед ним. И сейчас, видимо, начнётся драка. Да, это уже драка бобров. Нет, не получилось. Не получилось у нашего спортсмена. Но пока, надо заметить, не получается. И у американского мыши нет. Видимо, американская мышка уже внутри. И сейчас вылезет в дырку. Ну что ж, Запашный смирился. Ну жаль, ну жаль. Ну так получилось, да. Тем не менее, дамы и господа, я поздравляю, что у нашей команды в этом конкурсе три балла. А ведь нет, а ведь нет. Ещё всё может. Нет. Выиграл Сурок из Америки. Я пытался, пытался выдать желаемое за действительное. Ну иди сюда. Ну что случилось? Сразу, со старта что-то не... Ну, Судим просто подскользнулся. Сразу провалился вниз. И всё. А там дальше барабаны находятся очень низко, а я высокий. Мне приходилось каждый раз нырять под воду. Вот и всё. Я первый раз в этом бассейне. Ты молодец, всё равно. Молодец. Давай, да, да, да. Ничего страшного. Очень хорошо провёл конкурс «Американец» без единой помарки. Единственная его помарка была, и шанс, который Эдгар мог использовать, то, что он залез в домик, но не были. Да, и не высунулся, да. А Эдгар тоже, думал, что проиграл уже. Но что делать? Всё равно молодец, большой молодец. Какая ошибка была на твой взгляд, а? Да не ошибка, я думаю, что вначале чистое невезение. Ну а впоследствии здесь, я думаю, что это организационный момент. Съехала норка, и брат уже просто дальше не шёл, потому что думал, что сейчас остановится конкурс. Потом уже подумал, что можно продолжить, и было поздно. Спасибо, что болеешь за наших. Спасибо, да. Итак, дамы и господа, за моей спиной. Суета – это суета перед финалом. И перед финалом мы получаем за предыдущий конкурс, за предпоследний конкурс сегодняшней программы Следующие баллы. Три балла – Россия, четыре – Америка, два балла – Казахстан и Китай – один балл. И таким образом на финальном рубеже горки мы стартуем с позиции 14. С 15-й отметки стартует Америка, с 7 – Китай, и с 14 – Казахстан. Ровно стартуют лидеры, и нам придётся приложить все усилия, чтобы победа сегодняшнего вечера была у нас в кармане. Основная борьба всё равно между нами и Казахстаном. Хорошо, что американцы на одну очко выдвинулись, но они в горках нам не конкуренты. Поэтому основная борьба между Казахстаном и Россией. Россия вперёд! Очень опасный и мощный будет финальный рывок, а именно финальный. Конкурс горки. Итак, в финальном конкурсе горки трём представителям от каждой команды нужно с помощью шеста подняться на вершину горки. Напомним, что благодаря очкам, заработанным в прошлых конкурсах, стартуют участники с разных позиций. Представители команды, которые придут к финишу первыми, принесут победу всей своей команде в сегодняшней игре. Итак, финальный рубеж горки и Россию представляют на финальном рубеже следующие герои. Мастер спорта международного класса по спортивной аэробике Василий Козырев. Мастер спорта по спортивной гимнастике Влад Авдеев. И мастер спорта по спортивной гимнастике Илья Бондарев. Хорошие ребята, мощные атлеты. От них зависит очень и очень много. Сильнее России в этом конкурсе нет никого. У нас были слабые моменты, но мы вовремя подсуетились. И теперь я уверен, что если даже мы будем на несколько позиций ниже, там не на одну, а на пять, допустим, то все равно в этом конкурсе должны опередиться, потому что, в принципе, сильнее наших атлетов нет никого. Господа, займите свои позиции. Итак, вот и началось. Капитаны выводят свои команды на финишную черту. Вот бодрым шагом с российским плавием бежит русская девчонка Лама Вайкури. Я напоминаю вам, что главное здесь не нарушить правила. За любую оплошность смотрящие, вы видите, смотрящих с флажками, сразу снимают представители команды. Нельзя сгибать ноги, нельзя становиться на колени, нельзя помогать себе локтями. Много-много правил, которые нарушать спортсмены не имеют права. Напоминаю, что Россия стартует с отметки 14 баллов, но Америка стартует с 15-й отметки. И очень сильные атлеты в американской команде. Прямо в хвост нам дышат казаки, но китайцы еще могут изменить течение событий. Вот старт, да, мы на долю секунду обережаем американцев. Огромные спортсмены ныряют, американец сразу начинает обережать Василия Козырева. Вася Козырев, это терпый калач, это человек, который из ничего может сделать салатик и победу. Вася Козырев на долю секунды отстает и теперь финал. Третий номер стартует, пошел, замешкался, замешкался американский ответ. Дамы и господа, леди и джентльмены. Ну, первая. На сегодняшний вечер цифра один горит не только в правом верхнем углу экрана. На сегодняшний вечер она горит в сердцах каждого, кто принес победу нашей команде. Ну что, счастье, мы победили. Классно, ребята, молодцы, просто молодцы. У меня просто сердце разрывается, просто от радости. Я надеялся, да, надежно умирает последний. О, у нас получилось. Я так кричала, телефон потеряла, в общем, все разлетелось. В общем, ес, мы выиграли, мы знали, что это случится. И снова и снова мы первые на первых. Россия побеждает. Спустя несколько тысяч лет историки откроют пыльную книгу и вновь прочитают. Россия выиграла еще одну игру в большие гонки. Это Первый канал. Сегодня мы первые. Меня зовут Дмитрий Нагиль. Удачи вам, любви и терпения. Все, пока, пока.